Водители и пассажиры десятков машин вынуждены были ночевать на трассе. У поселка Мирного Чертоклинского района водитель фуры не справился с управлением, перекрыв движение другим машинам. Усугубила ситуацию метель. Пробка растянулась на 2 километра. Всю ночь на месте работали спасатели МЧС, оказывали необходимую помощь и объезжали застрявшие машины на снегоходах. На месте развернут подвижный пункт обогрева. На данный момент на участке введено временное ограничение движения для всех видов транспорта, которое сохранится до наступления благоприятных погодных условий. Просьба к водителям выбрать маршрут следования согласно сложившейся обстановке. Работали семь экипажей ДПС. Инспекторы помогали вытаскивать машины из снежного плена и регулировать движение. Выпускать машины начали ближе к часу дня. В связи с произошедшим прокуратура Чертоклинского района начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности органов власти, ГИБДД и обслуживающих организаций. На данный момент движение на участке осуществляется в реверсивном режиме. Ограничения снимут, когда дороги приведут в нормативное состояние. За милой дороги в других районах области. Помогать дорожникам вышли даже местные жители, у которых есть трактор. Житель пригородного Владимир Самсонов с самого утра расчищает дороги и помогает вытаскивать застрявшее авто. В областном центре всю ночь работали дорожные службы. Семь колонн комбинированных машин подметали дороги. По информации администрации, императорский мост и подъездные дамбы за ночь очищали шесть раз. Мы, как и ранее, работаем в двухсменном режиме. У нас у ДРС задействовано в ночь было 75 единиц техники. Основные усилия были устранение переметов на дорогах. Сложная ситуация была в селе Аненком и Лесная долина. Использовались мы роторы, гридера. Именно на расчистку центральных магистралей улицы, чтобы жители могли беспрепятственно добраться до работы. И все же из-за снега утро в разных частях города образовались заторы. На самых оживленных участках ульяновцы вынуждены были стоять в пробках. Особенно жалуются на нечищенные дворы и дороги-дублеры. Живу я в железнодорожном районе. Три месяца назад нас перетащили в новую компанию «Олимп». Там в нашем районе. Безобразно. Вот видите, я не могу переступить. Где нога едет, где по колено снега. Безобразно. Вчера мы с водителем ехали. Мы ехали, там колея, и нас повело. То есть, прям сильно-сильно занесло. То есть, это может создать какую-то неприятную ситуацию. То есть, кто-то может в аварию попасть, кто-то еще. Всего, по информации Минтранса, на федеральных и областных трассах на дорогах Ульяновска и Димитровграда работает 330 единиц техники. Сообщение от жителей по предотвращению в нештатных ситуациях на региональных автодорогах принимается на телефон горячей линии 79 50 14. Анна Тищенко, Управда ТВ.